На сегодняшний день у нас задействовано 230 человек здесь на стройке. 200 человек рабочих, 30 человек инженерно-технические работники. Больше 200 жителей Алтайского края и других сибирских городов продолжают строить грандиозную трехуровневую развязку на Азминогорском тракте. Ранее на объекте установили пять опор, еще две построили на шоссе Ленточный бор. Сейчас идет монтаж металлических конструкций. Параллельно с наземными объектами идет строительство подземного тоннеля длиной в 460 метров. Развязка на Азминогорском поможет беспрепятственно добираться из центра города в промышленную зону краевой столицы, а также в пригород Барнаула, поселок Южный, Лебяжье и Ягодное. Также объект обеспечит высокий трафик движения грузопассажирского транспорта между федеральными дорогами. Барнаул, Рубцовск, граница с Республикой Казахстан и Чуйский тракт. Во-первых, все ждут объекта. Во-вторых, важное значение в социально-экономическом развитии края. Он, конечно, играет и еще сыграет. Так какие-то неудобства приходится сейчас испытывать. Некоторые, да, но с учетом того, что путепровод на Ленинском открылся, уже, конечно, все это полегче. Начальник Алтай-Автодора Василий Мотус отметил, что за 38 лет своей трудовой деятельности впервые причастен к строительству такого мощного объекта. Напомним, работы начались в апреле прошлого года и уже достигли своего экватора. Развязку планируют достроить к заявленной дате к концу этого года. В настоящее время готовность объекта составляет порядка 45%. В результате реализации проекта пропускная способность данного узла изменится минимум в полтора раза. Это проектные показатели. Но мы так понимаем, что дадут. А это значит, что пропускная способность увеличится. С 40 до 60 тысяч машин. Отметим, что стоимость новой развязки достигает почти 3 миллиардов рублей. Средства выделены в рамках инфраструктурного бюджетного кредита. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.